Так, ну вот кромка. Бритва Кабар Золлинген. Бритва достаточно старая. Вторая половина 19 века. До 1891 года. Выпуск. Так, ну здесь вот пользовались как. На кромке такие. На РК риски довольно такие приличные. Вот. А сама РК залезана пастой. То есть линза. Опять линза. Так, ну вот на 400 мы сформировали РК. Хотя есть вот еще видны скольчики. Вот. Мы сейчас на тысячники. Будем все это убирать. Ну, где-то по 100 кругов с каждой стороны. И, в общем-то, кромку сформировали. Так, вот это тысячник на Нивача Сера. Так, ну вот заусенец есть. То есть выход на кромку есть. В принципе, так достаточно ровненько получается. Так, это у нас бельгийский кутикул с суспензией. Тоже где-то 200 проходов. Так, это чистый кутикул. Вот кромочка уже ровненькая. Все уже как бы идет своим чередом. Так, вот после Накаямы с суспензией. Значит, риска там, в общем-то, вычистилась. Кромочка ровная. Так, вот чистая Накаяма. Вот тоже Накаяма, но другой камень. Более мелкий, так сказать. Чистый. Ну, вот это после Эшера. Сейчас попробую. Это для масштаба голос человеческий. Так, сейчас поближе его. Так, вот человеческий волос. Так, ушли. Ага. Вот, отваливается. Значит, тест нарез волоса нужно бритва строго перпендикулярно. То есть, она не должна быть под наклоном вот каким-то к волосу. не каким-то там, чтобы она не подсекала. А прямо волос вот, чтобы на нее ложился и строго перпендикулярно. То есть, вот такого разворота не должно быть. Вот, она перпендикулярно волосу. Значит, бритва очень интересная. Сейчас я покажу. Бритва кабар. Вот. Есть следы патины. Ну, в достаточно хорошем состоянии она для своего возраста. То есть, это вторая половина 19 века. Вот. До 1891 года выпуска. Вот здесь вот кабар тоже на клинке у нее. гравировка. Вот. Ну, сзади, с обратной стороны, золдинген. Вот. Клинок, в принципе, в хорошем состоянии. Вот. Родная рукоять из целлулоида, естественно. Здесь тоже такая вот эмблемка. Вот. Ну, очень интересная бритва. У меня такой старой бритвы немецкой не было. Вот. Точится достаточно хорошо. Ну, вот. Не знаю. Значит, дали тест на бритье. Насколько хороша стала бритья. Итак. Тестируем тест. Бритву на бритье. Тест 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 на бритье. Так, бритва Кобар, Золлинген. Битва Кобар, Золлинген. Отлично, отлично, мягко бреет. Так, попробуем здесь против роста. Так, попробуем здесь. Так, попробуем здесь. Так, попробуем здесь. Замечательно. Первое бритье вообще, как говорится, ни капельки не садится в процессе. То есть, пять-десять раз побриться надо, наверное, потом уже окончательно. Но каких-то предпосылок нету, что сталь плохая или что великолепная. И вот по мягкости очень близка к шеффилдам. Хорошая такая вот этой шеффилдовской бритве.